Поступил вот такой вопрос. Как можно отправить свое желание в пространство? Отвечаю. Отвечаю не сам, а со слов Виктора Рогожкина, он в этом деле большой специалист. Для запуска мыслеформы или мыслеобраза в материализацию необходимо досконально представить себе этот образ или форму, а потом забыть, иными словами отпустить ситуацию. Мыслеобраз – наше ментальное представление от конкретного предмета или явления. К примеру, мыслеобраз яблока включает в себя форму, вкус, цвет, содержание химических элементов и так далее. Тот, кому передается этот мыслеобраз, воспринимает весь комплекс ощущений. Мыслеформу можно сравнить с некой компьютерной программой, определяющей пространственное и временное действие мыслеобраза. К мыслеформам можно отнести молитвы, мантры, заговоры, магические программы и так далее. Для того, чтобы в материализацию вышло именно то, что вы хотите, нужно обладать обширным запасом знаний во многих сферах человеческой деятельности, но при этом уметь не растворяться в излишних деталях предмета или явления, что свойственно современным людям. То есть то, что вы решили сделать, необходимо представить себе в как можно живее и в мельчайших деталях, то есть проделать такую умственную работу, чтобы создать этот мыслеобраз, мыслеформу, мыслеформу вернее создать и запустить ее. То есть запуск это начинается тогда, когда вы об этом забываете. То есть подумали, оп, сделали примерно так и все, и забыть, забыть, причем напрочь забыть, чтобы она могла от своего источника, то есть от вас, в пойти в те поля, в которых, ну будем говорить, хранится желаемое. чтобы потом она пошла в материализацию к вам. Для того, чтобы что-то нужное для вас осуществилось на материальном уровне, для этого со слов человека, который это делал, я расскажу. Значит, для этого необходимо обратиться в пространство как живому существу, ну, можно так сказать, как более старшему, мудрому, и попросить его о желаемом, при этом подробно объяснив, зачем вам это надо. Значит, так, можно говорить, вот, искренне, четко, понятно, в таких словах, которые не допускают двухмыслия, вот, вот это вот попросить и объяснить, и все. И дальше происходит следующее. Если это действительно вам необходимо, то происходят интересные такие события, складываются ситуации, когда это само, как бы сказать, выплывает вам навстречу. То есть, вот этот человек, он поступал следующим образом, я два случая приведу. Вот, допустим, ему необходимо выполнить тяжелую физическую работу в течение, там, ну, допустим, завтрашнего дня, а именно, там, накосить много травы для того, чтобы, там, его, коровы, там, заготовка силы, грубо говоря. Вот, и он обращается с этой просьбой и, естественно, объясняет, для чего это мне надо, для того-то, для того-то, а вот, вот и просит силу для этого. И вот он рассказывает, что на следующий день начинает, там, физически трудиться, косить траву и он абсолютно не устает. Был другой случай, надо было его сыну приобрести дом. То есть, сын стал взрослым, у него появилась семья. и вот этот человек, опять-таки, обратился в пространство искренне, без тени каких-то там колебаний, будет это, не будет, правда это, там, не правда. То есть, тут не должно быть никаких колебаний. И объяснил, для чего ему нужен дом. Говорит, примерно прошло недели две, может быть, чуть больше. Сложилась ситуация, рядом стал продаваться дом, вполне хороший дом и за очень приемлемые деньги. То есть, в некоторых случаях не ожидайте, что что-то бесплатно вам свалится. За все необходимо платить, но платить разумную цену, требовать, вернее, просить разумное, при этом понимая, что этого вы достойны, просто она как-то у вас не получается. И объяснил все подробно, конкретно у вас получится. Это же самое можно применять и к лечению болезней. лечения. Спасибо. Продолжение следует...